Несмотря на ментальную привязанность к вредным привычкам, большинство россиян отреагировали на оба ужесточения адекватно, здоровее будем, чем, безусловно, порадовали медицинских работников. В уходящем году у них, в общем-то, было немало поводов для радости и, самое главное, в Чувашии рождаемость наконец-то превысила смертность. Еще один показатель – инвалидизация населения тоже медленно, но верно сокращается, во многом благодаря правильной реабилитации. Успехи Чувашии в этом направлении обсудили на Всероссийском совещании врачей и решили распространить наш опыт во всех регионах. В уходящем году в Чувашии предметно занялись созданием сети фельдшерско-кушерских пунктов. ФАПы позволят максимально приблизить медицинскую помощь к пациентам. Всего к концу 2014 года их будет 100, а там, где ФАПы уже появились, люди успели оценить их преимущества. Повышается профессионализм врачей. В республике успешно проводятся сложные операции, ради которых прежде приходилось уезжать в другие регионы или Москву. Наряду с кардиологией, онкологией, протезированием развивается эндокринная хирургия. В госпитале для ветеранов войн совсем недавно впервые удалили надпочечник малотравматичным лапароскопическим методом. Каждый пациент для нас уникальный, и каждая операция сама по себе уникальная, интересная. Авторитетом в медицинском сообществе пользуются и педиатры. Раньше несомненные успехи демонстрировали неонатологи, которые научились ухаживать малышей с экстремально низкой массой тела. Теперь к ним прибавились школьные врачи. Лариса Иванова, например, признана лучшей во всей России. Она не только следит за тем, чтобы ребятам вовремя были сделаны прививки, но и проводит большую профилактическую работу. В школьном расписании регулярно появляются оздоровительные уроки. Обязательными стали физкульт-паузы.